Кристофор Колумб И стал Христофор капитаном отважным, и новые земли открыл для тебя. Он был самым добрым и самым бесстрашным, его уважали враги и друзья. Огромные волны всегда отступали, Колумб не боялся и верил в судьбу, и силы небесные, кажется, знали и доверяли ему одному. Парус летит, словно белая птица, с новой надеждой солнце встает. Отважное сердце ветров не боится. Смелее тебя приключение ждет! Новая земля 8 октября 1492 года. Мы вышли из последнего порта на острове Гомера 20 дней назад. Земли не видно на горизонте. Наши карты этой части океана пока еще пусты. Парус летит, словно белая птица, с новой надеждой. Маленькая проказница. Ты всегда меня подбадриваешь. Эй, капитан, спинты подали сигнал. Она приближается. Что такое? Что за новости, капитан Пинзон? Нам удалось, капитан Колумб. Что удалось? Земля, капитан, мы видели землю. Посмотрите сами. Земля. Что я вам говорил? Да здравствует наш капитан. Да здравствует капитан Колумб. Да здравствует капитан Колумб. Благодарю вас всех за самоотверженный труд. Мы направляемся к земле. Ура! Мы продолжали плыть в ночи, но никак не могли достичь суши. Солнце уже встает, а суши все еще не видно. Может, это вообще была не земля? Хочешь знать мое мнение? Я думаю, это были облака. Согласно моим подсчетам, мы уже должны быть на суше. А что, если вчера мы видели просто мираж? Это был не мираж, Мартин. Мои расчеты верны. Тогда, возможно, мы проплыли мимо суши ночью. Я понял, нас разыграли как недоумков. Нужно возвращаться. Так скажите, здесь нет земли. Мы рискуем жизнью напрасно. Мы умрем здесь, а наши останки сожрут акулы. Боюсь, у нас скоро будет мятеж, капитан. Они больше не станут слушать уговоры. Дело плохо. Необходимы крайние меры. Я знаю. Капитан, выйдите к нам. Вот они. Все те же будут топщики. Эй вы, что вам нужно от капитана? Мы хотим немедленно повернуть в Испанию. Именно. Правда? Слушайте все. Мы послушали тебя и оказались здесь. Разворачивай корабль домой, а не то... Заволчи ничтожество. Он прав. Мы зря тратим время. Здесь нет суши. Вы хотите, чтобы все ваши труды стали напрасными? Мы ведь стоим на пороге открытия. Да нам какое дело? По законам моря у меня есть власть. Но я готов пойти с вами на сделку. Еще три дня. Я торжественно обещаю, и Бог мне свидетель, что если по прошествии трех дней и трех ночей мы не увидим землю, на утро четвертого дня мы... Вы получите то, что просите. Мы развернемся и отправимся домой. Есть возражения? Вы даете слово? Да, даю. Мы согласны. Хорошо. Вы будете по-прежнему выполнять ваши обязанности. В течение трех дней с Божьей помощью мы достигнем Индии и обретем богатство и славу. Итак, еще два дня прошло в открытом море. Земля! Земля! Подайте сигнал. Нина выстрелила из пушки. Сигнал получен. Хоть бы это было правдой. Что такое? Другие облака заметили? Наверное, так и есть. Капитан, вы уже давно не уходили с палубы. Почему бы вам не отдохнуть? Пусть кто-то вас сменит. Вы так совсем вымотаетесь, сэр. Спасибо тебе за заботу, Санчес. Да, я сильно устал. Но дело в том, что если мы увидим Землю, а так должно случиться. Просто должно. Я хочу увидеть ее первым. Я так давно жил этой мечтой. Мысль о том, что она может не оправдаться, просто невыносимо для меня. Я не должен терять надежду. Гутиеррес. Капитан. У тебя острое зрение. Иди сюда. Да, сэр. Санчес, ты тоже. Иди сюда, смотри. Это похоже на туман или дым? Похоже на дым. Но отчего? Отчего-то похожего на огонь. Может, какой-то сигнал? Это другой корабль? Иди поднимись выше. Он пропал. Я не понимаю. Наверное, у меня галлюцинация от усталости. Но я тоже это видел, капитан. И я сменю вас, капитан. Вам нужен отдых. Вы нам нужны в добром здравии. Вы правы. Я с ног валюсь. Эй, там. Я хочу, чтобы сегодня ночью на вахте было два смотрящих. А что за особый день сегодня, капитан? Мы уже недалеко от земли. Я не хочу, чтобы нас вынесло ветром на прибрежные скалы. Это значит, что мы увидели землю, капитан? Да, приятель. Думаю, что да. И первый из матросов, кто заметит ее, получит золотую монету и особую рекомендацию ко двору королевы Изабеллы. Можете рассчитывать на меня, молочина. Господи, я в отчаянии. Прошу, сделай так, чтобы мне не пришлось повернуть назад сейчас. Прошу тебя, укажи мне верный путь. Если мне суждено открыть Индию, то час настал. Бинта, капитан. Они сигналят. Я ничего не вижу в темноте. Скажи, где ты видел землю? Два румба по левому борту. Вы увидите, когда Луна выйдет из-за облаков. Два румба по левому борту. Два румба по левому борту. На то была воля Божья. Мы встанем на якорь здесь. На берег сойдем утром. Два румба по левому борту. Два румба по левому борту. Капитан. Два румба по левому борту. Я верю. Просто рай. Спасибо тебе, Господи, что ты провел нас через все опасности в эту тихую бухту. Наша благодарность не знает границ. Спасибо, Господи. Итак, теперь эта земля провозглашается через Испанию. Нотариус, выйди вперед! Ваше Королевское Величество, Королева Изабелла и Ваше Королевское Величество, Король Фердинанд. Мы завершили ту великую миссию, которую вы возложили на нас. Мы становимся владельцами этой земли, которая отныне будет называться Сан-Сальвадор в честь вас, Ваше Величество. 11 октября 1492 года. Подпись. Адмирал Христофор Колумб, наместник короля и генерал-губернатор, волею короля и королевы. Какой великий исторический день! Благодаря вам, Мартин, и вам, Винсент. Без вас у меня бы ничего не вышло. Поздравляю, адмирал. Вы прославили не только Испанию, но и себя. Благодарю. Прими мои поздравления, Христофор. Вы простите, что сомневались вас. Теперь мы видим, что вы были правы, капитан. Довольно, друзья. Сейчас не время для порицания, но для прощения. Прощения и благодарности нашему милостивому Господу за то, что привел нас сюда, в Сан-Сальвадор. Да, Санчес? Сан-Сальвадор. Потому что именно здесь была спасена наша экспедиция. Натариус, запишите. Эта земля отныне будет известна как Сан-Сальвадор. Сан-Сальвадор? Кто-то идет, смотрите. Успокойся, он не вооружен и он один. Что он может нам сделать? Торрес, подойди, попробуй поговорить с ним. Попробуй на еврейском. Мы пришли с миром. Мы не причиним вреда. Он не понимает, он просто повторяет. Вы покажите товары для торговли. Вот, нравится? Это шляпа. Вот так. Ха-ха-ха. 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 Как ты, как ты? Я. Ага-ду? М? Нотариус, запиши. Эта птица шпионила за нами. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. 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 Нотариус, запиши. Запиши, запиши. Мы прошли с миром. Ха-ха-ха. 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 Это плащ, но он мне нужен. Потому что на море холодно. Ха-ха-ха. Эй, осторожно. Это подарок ее величества королевы. Ха-ха-ха. 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 Кто-нибудь, посмотрите, что с руками этого человека. Скорее. Ха-ха. Они что, раньше не видели меч? Наверное, мы справимся с ними одной левой. Мы пришли сюда не для того, чтобы поработить кого-то. Их, наоборот, нужно спасти от невежества через любовь. Любовь к нашему Господу. Сан-Сальвадор. Остров Сан-Сальвадор исключительно красив. Листва настолько ярко-зеленые, что напоминает месяц мая в Кастилии. Местные жители доверчивы, как дети. Постепенно мы наладили с ними дружественные отношения. Но пока у нас нет никаких доказательств, что это Цепангу. На следующее утро мы посетим их деревню на другом конце острова. Простите, все, больше нет. Они дают нам взамен только хлопок. Вы считаете это справедливо? Цена само значение, что они выращивают хлопок. Разве Марко Поло не писал, что на Цепангу даже крыши и стены домов сделаны из золота? Думаю, нам пора уже начать поиски золота. Мы же дали обещания королю и королеве? Да, я знаю, но всему свое время. Капитан, посмотрите на это кольцо в носу. Это золото, но откуда оно взялось? К западу от острова есть еще один большой остров. Местные говорят, что видели там более крупные золотые браслеты. Чего же мы ждем? В путь! Я вас поведу. Поиски первого острова заняли столько времени. А теперь смотри, острова повсюду. Кто знает, сколько их. Если бы мы понимали друг друга, вы бы сказали. Полагаю, что даже они не знают. Возможно. Наши исследования только начались. Я назвал следующий остров в честь Девы Марии. И направился на запад к другому острову, который назвал островом Фердинанда, в честь короля. Затем мы сменили курс и направились на юго-восток, где открыли еще один остров. Мы назвали его остров Изабеллы, в честь королевы. Как красиво! Какая зелень! Зеленее, чем весной в Андалузии. Что случилось? Чудовище! Вот так! Это гигантская ящерица? Скорее дракон, чем ящерица. Невероятно! Отвезем ей шкуру королеве в качестве экзотического сувенира. Но королева больше порадовалась бы золоту. А золота мы пока не нашли. Не важно, куда мы идем. Все говорят о золоте. Но мы его так и не видим. Терпение, Мартин. Это не мне нужно терпение, а матросам на пинте. Они хотят отделиться от вас и отправиться на поиски золота в одиночку. Я не могу им помешать? Послушайте, Мартин. Если верить тому, что говорят местные, на запад отсюда есть небольшой остров под названием Куба. Вы думаете, это Цепанго? Мы пока не знаем. Мы как раз собирались отправиться туда и посмотреть. Это хорошие новости. Думаю, они понравятся матросам на пинте. Только проследите, чтобы мы скорее отправились на Кубу, пока не поздно. Я предвидел, что Мартин, Алонс и Пинзон и его люди захотят отделиться от меня и самостоятельно отправиться на поиски золота. Мои подозрения вскоре оправдались. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok